Привет, Адаша. Я должна извиниться за свет. Он очень странно светит. Все потому, что снимали по длинному свете, по электрическому. И, к сожалению, я не могу выбрать другого времени. Приходится выживать в условиях, которыми владею. Итак, это лучшие книги года из прочитанного за 2019. И получилось чуть-чуть удачно. Я тут просто делала свои списки прочитанного. И оказалось, что буквально в каждом месяце, кроме января, там пришлось выбирать, была книга, которой я поставила пять звезд. Из пяти, конечно. И особо заморачиваться с этим делом не пришлось. Но вот выбор лучших книг, прям вот за год, первые три места, было невероятно сложно распределить. Но сначала перейдем к тем книгам, которые лучшие за месяц. И с январем было определиться не так уж и сложно, потому что я, оказывается, в целом эту книгу не прочитала. Причем одну из них я перечитывала. И у обеих была одинаковая совершенно оценка. Но одну книгу я уже перечитывала, а вторую читала впервые раз. И, разумеется, я сочетала более справедливую и испобедить книгу, которую я читала впервые. Это «Спящие красавицы» в соавторстве Оуна и Стивена Кингов. Это книга о том, как очень странный недуг поразил мир. Дело в том, что все женщины стали внезапно впадать в спячку. Поэтому называется «Спящие красавицы». Почему это случилось? Оставились ли они в своих грезах в более совершенном мире или вернулись в обудине земной? Об этом вы узнаете, прочитав книгу, если еще, конечно, этого не сделали. Лучшей книгой февраля стала «Дорога в тысячу ли», Мин Джин Ли у нас автор. И эта книга о начале 20 века, в общем, преимущественная. Там немножко время разнится, так как уж вышло. В общем, произошла одна ситуация с корейской девушкой, и очень непростая. Пришлось искать выход из этой ситуации. И, в общем, как будто ни было, в итоге она оказалась в Японии. Япония с Кириллой были тогда в очень непростых отношениях. Япония немножко так подавляла под собой Корею, и отношение японцев к жителям этой страны было соответствующим. Даже тех, которые жили в их стране. Но с корейским происхождением были. Трагичная очень история, драма, но она стоит того, чтобы её прочитать. Только что я показывала вам книгу из серии «Роза ветров». И так уж вышло, что лучшей книгой марта месяца первого месяца весны стала книга тоже из этой серии. Это моя обожаемая, неподражаемая Лиза Си, девушка с китайским происхождением, и её совершенно представляющая книга «Пионовая беседка». Она невероятно необычная. Знакомый читатель не только скульптуры Древнего Китая, но и с представлениями изгробной жизни, безумно интересными представлениями изгробной жизни. И дело в том, что половину книги мы видим – жизнь, и другую половину мы видим – смерть. Ну просто как ременья. И вот описывается то, как живёт душа в загробном мире, что она нам там делает, какие земные дела других дел, и собственные в прошлом, когда была ещё жива. Про всём этом можно узнать, прочитав эту совершенно потрясающую книгу. Я абсолютно уверена, что она просто должна быть в каждой личной домашней библиотеке, потому что это нечто действительно выдающееся, как мне кажется. Возможно, найдутся люди, которые со мной не согласятся, но такова моя точка зрения. Что-то у нас идёт прямо всё восток, восток, восток. Дело в том, что «Лучшая книга апреля», очень романтичный такой месяц, почему-то мне так кажется, стала теперь уже японской писательницей, очень такая древняя, если можно так выразиться неприлично. Это представитель японской классики, записки у изголовья Сейси Нагон. На самом деле настоящая имя эта дама неизвестна науке. Сейси Нагон, её было прозвище «Предварите». Она служила в предваре императрицы японской, и записками у изголовья назывались личные дневники, обычно дам, потому что они, как правило, хранились у изголовья кровати. Невероятно потрясающая, занимательная вещь. Она не такая объёмная, и, к сожалению, в Великому моей домашней дневники её нет, потому что я люблю книги в твёрдой обложке. Она, я бы пытствовала, она есть в мягкой только. И это как бы нет. Хочу в твёрдой. Книга невероятно потрясающая ещё и тем, что её можно читать не подряд, вот все главы, а просто много ототкрывать и читать то, что тебе попадётся, и это будет удивительно. Дивная книга, тоже каждому её рекомендую. Вот видите, как у нас интересненько получилось. Корея, Китай, Япония, просто всех собрала. Но давайте всё-таки обратим свой взор на Европу, на Запад, вернее. И победителем мая у меня стала трилогия сразу. Это три книги. Неподражаемая Кёрстен Гир, Зильбер, Дневники сновидений. Вот они, мои красавицы, вот они, мои лапочки, мои солнышки, мои зайники. История уникальная. Удивительная. Существует мир сновидений, в котором можно при определённых обстоятельствах встретиться с людьми, которых ты знаешь. И потерпевать там самые разные приключения. И эти приключения влияют и на реальную жизнь. Я просто была очень рада этому труду писательницы, потому что мне нравится её трилогия «Таймис», но там всё очень предсказуемо. Я, признаться честно, когда заказывала книги «Зильбер», то думала, что и здесь будет всё предсказуемо. Но нет. Я удивлялась постоянно на протяжении чтения. Следующую книгу показать я вам не смогу, потому что читаю тот вариант, но, безусловно, хотела бы иметь её в натуральном виде, в твёрдой обложке своей библиотеки. Это Зулииха «Открывая глаза» Гузель Язиной, лучшая книга «Июня». И она меня потрясла тем, что писательница невероятно талантлива рассказывает о том, какая судьба ждала сильных людей и насколько справедливы были эти вот раскулачивания и ссылки. И я не понаслышке знаю об этом. Ну, то есть, меня саму-то не раскулачивали. Вот. Хотя мои... Но зато раскулачивали мою прямую прабабушку по материнской линии Агафью Миссимова Национальная Небесная. Короче, всё сложно, что-то я куда-то всё в родословную отвлеклась, извините. В общем, автор пишет невероятно талантлива обо всём, об этом. Я была совершенно потрясена и обескуражена в положительном, конечно, смысле слова. Не смысл того, что я старалась, чтобы в этот список попали техники, которые я ещё не читала. Лучшей книгой «Июля» так уж вышла, стала книга, которую я перечитала уже далеко не в первый раз. Есть «Молиться-любитель» Элизабет Груперт, основанная на реальных событиях. И я всегда говорила, что эта книга хорошо помогает выйти из негативных состояний. Когда плохо, просто плохое настроение уже долгое время, или даже когда всё гораздо хуже, депрессия, мне она немножко помогает. Она развивана на три части. Она, автор, совершила три поездки в три страны, где прожила не неделю, не десять дней, не две недели, а по несколько месяцев прямо жила. В одной на стороне ела, в другой любила, в третьей медитировала. То есть, есть «Молиться-любить», пожалуйста. Прошу любить и жаловать. Вот говорят, не сравнивайте экранизацию с книгами, но здесь я просто не могу этого не сделать и не сказать, что если вы смотрели... Если вы читали книгу, вы пойдёте смотреть экранизацию, скорее всего, она вам не понравится. Но служу по себе. Лучшая книга августа – это тайны моего мужа, автор Лиана Мариартиз. Совершенно потрясающая книга. Когда начинаешь её читать, кажется, что это такая вот женская какая-то книга. Может быть, в какой-то степени это и есть. Потому что сначала ты видишь разных женщин, наблюдаешь за ними, действиями за тем, как они справляются со своими трудностями, которые возникают в твоей жизни. Потом понимаешь, что всё не так просто, как сначала вам показалось. Хотя, допустим, некоторые люди сразу догадываются, кто убийца, по словам таинственного, что убийство есть. Вернее, таинственная смерть. Так вот, точнее. Я на последней странице не могла понять, да кто же, что случилось, что произошло, как так вышло. Я была совершенно бесскуражена тем объяснением, которое дал мне автор, что случилось. Это меня так шокировало. Я просто... Когда там дело шло к финалу, я просто сидела и молилась. То есть, там было два очевидных выхода из ситуации. И очень очевидно. Я молилась, что автор, пожалуйста, ну не порти книги, книгу очевидно финалом. Ну пожалуйста, ну не порти, ну пожалуйста. И да, она справилась, она меня и не подбирает. И я в восторге просто от концовки, а послесловие просто удивительное. Я знаю, я сегодня часто произношу это слово, но другое просто не могу подобрать. Удивительно. Удивительно. Лучшая книга сентября стала... Просто мне ее очень тяжело удержать, буквально в смысле, потому что она огроменная. Граф Монте-Кристо. Александр Дюймару в таком совершенно дивном издании. К своему величайшему суду должна признаться, что никогда не читала его ранее. У нас есть собрание этого автора, книг. Целую полку код занимает, даже полторы. Но именно этой книги там не было. Я с ним знакома. Я читала, конечно, и Тех Мушкетеров, и «Двадцать лет спустя», и «Грустнейший роман» «Викон Доброжилон», и «Ожелеве королевы», и «Две Дианы». Ну в общем много чего. Но вот граф Монте-Кристо, в этом списке у меня не было. Я пополнила свой список, прочитанного этим. Это совершенно потрясающая книга, и она дивная. Теперь я приучилась на слово «дивная». Молодец, Даша. Совершенно удивительно, не повредите с объемом. У вас не заметите, как почитать книгу, и вам еще покажется, что этого мало. Заходите еще. Сколько страниц в связи с этим, с этой книгой я исписала своими читательствами в книге, просто видимо-невидимо. У меня была даже идея, мысль снять ее по поводу книг, в связи с которыми я исписала большое количество, наибольшее количество страниц, участвуют в книге, но не уверена, что надо снимать такое видео. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, стоит ли это делать. Я затрудняюсь с тем, как такое видео назвать. Потому что если назвать так, как я только что объяснила, название как-то длинновато будет. Лучшей книгой для тебя стала книга «Русская кухня. Возгнание» Петра Вайлия и Александра Генниса. Ой, просто вот. В общем, я крайне двинута на готовке. Просто челкнулась. И когда я скачивала эту книгу, «Русская кухня», я, к сожалению, читала, я никак не ожидала, что это будет так шикарно. Вот, знаете, у меня создалось впечатление, что эти два друга, это у них русское происхождение, но они дальненько по-моему, еще 90-е эмигрировали, в Америку. Вот, у меня было ощущение, что они просто за коньячком или там за русской водочкой, я не знаю, собрались на кухоньке и стали со смаком, вот просто со слюнями во рту там, вот с этими глотательными движениями, смаковать воспоминания о русской еде и, как бы, ну, под вот этим делом. И так уж вышло, что оказался включен глитофон. И поутру, так сказать, попив водички, прервь себя, они подумали, а что бы, как бы, эту запись не перевести в текстовый вид. И получилась эта книга, она просто удивительная. Это просто потрясающе. Там есть и рецепты, очень много рецептов, даже как из картофельных очистков сделать еду, представляете? Я попробовала, очень вкусно. Написано с таким дивным юмором, с таким аппетитом, с такой любовью к нейде. И просто там эту книгу надо не читать, ее надо наизусть просто учить, чтобы потом всем взгляд встречным людям цитировать. И она стоит того. Это просто персик. Ну, лучшей книгой ноября стала Маргарет Митчелл и ее совершенно дивный «Унесенный ветром» два тома. О них я уже рассказывала в одном из, по-моему, в прочитанном за тот месяц, о котором я сейчас говорю. Я теперь люблю очень сильно экранизацию, которую я делала до прочтения. И сами книги я просто неуфлюнительная. Единственное совершенно жуткое издание и делание в углажке. Шрифт здесь просто «Убей себе глаза» называется. Межстрочный интервал Масеньки, сам шрифт мосикусеньким. Первые несколько дней, пока я не привыкла к размеру шрифта, приходилось даже себе у глаза капать, чуть не сказал мне на лозе, этот, на букву «В» такой, рекламирую еще в свое время его. Для глаз не суть, не важно. Хотя, со зрением у меня все хорошо. Удивительная книга, если вы не слышали еще об этих книгах и не слышали об экранизации, то речь идет о том периоде в истории Америки, когда была гражданская война между Югом и Севером. Ох, 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 ох. В общем, это стоит того, чтобы прочитать. Непременно это сделайте. Не бойтесь, опять же, объема, я вас уверяю. Дело не в том, что, как бы, я весь вечер вам, ой, я все видео вам утвержу, не бойтесь, объема, не бойтесь объема, но, ну, не весь, все, второй раз. Но, дело не в том, что я просто люблю объемные книги, правда, не бойтесь объема, вот, честно, искренне. Хоть я и читала долго, аж две недели, на меня не похоже, но, вы все равно не заметите, как закончится эта книга. Я вообще, когда закончила, я не представляла, как жить без Мелли, без Карлет, без вот этих всех, без шикарных персонажей. Видео какое-то длинное получается, об этой книге, лучшая, знаете, я вам еще не рассказывала, потому что я еще не снимала итоговое видео за месяц, потому что до конца месяца еще и все время я успею прочитать, пока умею, думаю, книги две точно, как минимум. Но, я вам все-таки покажу. Это 13-я сказка Дианы Сеттерфилд, я ее читала не в первый раз, в 15-м году, я уже с ней была знакома, и была просто поражена до глубины души, восхищалась, искренняя. Если вы читали эту книгу, помните главную героиню, ее отношение к книгам и одобряете, то мы с вами на выборе ягоды, потому что ее, ну, это просто я, это просто я и мое отношение к книгам. Это да, это так. И предпочтения у нас одинаковые, и вообще все-все-все. И, в общем, это история писательницы, которая никогда, честно, не отвечала на интервью. Журналистов всегда что-то придумывала, но тут она заболевает и решает нанять биографа, который бы рассказал ее историю. она скрывает огромную тайну. И, в общем, главная героиня разбирается в этой тайне. Ну и, наконец, эта минута настала. Вы-то долго ее ждали, а, может, вы просто перемотали, но, как бы то ни было, переходим к лучшим книгам года. Я убрала из этого списка все те книги, которые я перечитывала. Я оставила только те, которые читала в первый раз. Получилось из 12-ти шесть книг. То есть, половина из того, что я вам сегодня изучила. Начнем, наверное, с конца, да? Так же принято. Итак, шестое место у нас занимает «Русская кухня в изгнании». Почему шестое? Потому что она больше развлекательная и не несет какого-то... В ней есть жизненные уроки, но не такие высокие, наверное. Пятое место занимает граф Монте-Кристо Дюма. Четвертое – тайна моего мужа. Исключительно вот за концовку и за и за что за этой концовкой следовало. Это не вполне пословие, скорее дополнительная такая концовка, подведение итогов, но для... Причем подведение итогов именно для персонажей в книге. Ну и в общем вот. Первые три места было крайне сложно определить и тут мне пришлось довериться тупым эмоциям, потому что все мои доводы они как бы сказали вот так вот ручкой сделали, сказали мы не будем ссориться между собой, потому что мы здесь все правы. Итак. третье место. Вообще бы я все эти третинки поставила на одну ступень педестала, самую высокую, но так же нельзя. Третье место. Внесенные в ядром Магрид Митчелл. Второе. Зулиха открывает глаза и первое досталось в японской классике. Записки у изголовья Сейси Лугон. Ух! Мы с вами справились. Мы молодцы. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до скорых не